приветствую вас вы время от времени спрашиваете почему я включу на ток-шоу честно честно чтобы не заснуть ну серьезно не шучу вы даже не представляете ну нет ну есть конечно действительно классный ток-шоу а есть сидишь и глаза слепают серьезно но я чувствую что глаза слепают конечно не поверите но был действительно случай когда ток-шоу дает я вижу что глаза у меня уже слиплись я быстрее представляете я заснул начал храпеть честное слово я не шучу это не представляете с таким трудом бывает сдержившим не пози ну не пози ха вы думаете почему я время тренинг борта поправлять чтобы не видишь я посекать хочу неприлично понимаете но бог свидетель причем вы не думаете я им говорю ребят на меня территорию хоть что-нибудь поменяйте ну хватит хватит сколько можно жевать эти темы сколько можно повторять те же сам по этой причине да нет смотрите я насколько хватает сил пытаюсь но если уже окончательно тогда уже я да это труд спорить чистейший провокации естественно что я на волос на удар не спорю вы сказали что делать ну во первых еще ситуация смотрите когда вы может видели что время от времени бывает операторы снимают что я смартфоном что-то смотрю я смотрю сколько зрителей и чатчика и бывают смотрю ужас но помните интересно когда зрители это чисто моральных смысл смысл часто ток-шоу если нет зрителей ну какой смысл а нет вот это не надо должен быть смысл какой-то лично я смотрю или смотрю по чатам это не представляете смотришь по чатам ничего общего то есть ну грубо говоря человек говорит про одно а люди пишут совершенно про другое этот тупик полнейший ну люди должны ругаться по сюжету да я убрасывать чат пошел классно вот так это строится но честное слово ну такая вот такая беда причем самое интересное что ну как вам сказать ну что такое ток-шоу оно шумное скандальное классика вы сами знаете ток-шоу это вот жириновский да классика ток-шоу само слово ток-шоу Малахова ток-шоу ты это должен быть ток-шоу так что здесь ситуация довольно просто не ну бывает действительно момент бывают моменты и проходит ток-шоу я так сказать скучно сижу смотрю что-то такое ну более-менее или что-то какие-то там такие бывают самое интересное что вы эти ток-шоу даже не вспоминаете а вот где поругайся ну не знаю обращали внимание или нет бывает я по скандалю они это вырежут и отдельно видео видео в шах супер посмотрю так это работает вот так это работает так что ситуация довольно простая ну здесь понимаете какая еще немножко есть ситуация и они это понимают и я это понимаю и советы на себя но мы даем обратили внимание что ряд экспертов озвучивает темники тупо ну поймите ребята без обид это их работа ну я хожу на ток-шоу развлекаться просто развлекаться потому что для меня такое хобби а политики ряд экспертов они работают по этой причине им нужно не просто а озвучить темник обязательно им за это платят понимаете как то есть если у него не озвучит и заплатят это две большие разницы а я могу что уходить туда-сюда и там бывает действительно вы наверно обращайте внимание что бывает такая ситуация тема начинается с одного а потом приходит другое серьезно вы обращаете внимание то есть начинает с вакцин и заканчивает тарифом где вакцина где тариф или начинает с встречи байдена с путиным а заканчивает борьбой с коррупцией гениально в украине в украине браво ребята ну и нас темники озвучите а то они затягивают ну это вообще причем беда еще бывает длинный темник и думаешь господи да сколько ж можно эту голематюжу по сто первому разу ну с голову тошнит уже тошнит и начинает народ голодает завтра вы ребята у нее не будет выбора вы знаете бред ну вы придумайте что-то другое так что такая ситуация ну я всегда как мне нравится не смотрю нет ну действительно тут все довольно просто я считаю что ток-шоу должен быть шумно скандальное веселое забавное и вы должны так сказать эмоционально на воспринимать если он скучное грустное ну мне спать хочется я не знаю что вам хочется в этой ближней такая ситуация вообще честно говоря летом ток-шоу вообще что вкусе вообще есть такое мнение что летний период лучше сжать поменьше летом немножко не та ситуация и действительно плюс ко всему в этом году же выборов нет прошлому хочешь выборы выборов нет какое-то информационное поле нет а вот эти все события там что сказал зиме и что если бы сейчас просили вот ну поймали вас на улице о чем вы сейчас думаете какая для вас сейчас проблема девяносто девять процентов про донбасс вообще не я понимаю кто живет возле арбло вспомнили вы вообще не вспомнили ну то есть вы вспомнили там цену зарплату отпуск путевки что угодно в разных людей по разным вспомнили еще какие-то конфликты в семье вот но донбасс мертв горит вот ну что то там тем более понимаете прошло уже много времени и да действительно такая ситуация когда уже понимаете люди свыкаются это всегда происходит я понимаю что есть люди которые там их родственники погибли так дальше их очень сложно поймите так что я работаю а опять же вот эти вот разговоры там байден зеленский ну ребят ребят ну это даже чтобы правильно поняли даже политиками не делятся серьезно ну кто там крутится в министерстве иностранных дел кое-как а основной масса потому что все понимают что будет встреча не будет встреча никак то же самое там путин будет не будет помните байден с путин встретился а пройдет неделя забудет кто крылась так что такая ситуация постараюсь вас повеселить поразвлекать хотя в последнее время я сильно ограничен честно жарко лень просто лень но я считаю что действительно сейчас больше погулять ну вот такая ситуация такой нюанс так что все довольно просто чтобы не заснуть я занимаюсь тройку и ну понимаете вот такая эмоциональный стресс мне нравится ну вот знаете некоторое что нет как слабость на бутылку коньяка а я так как не люблю ни коньяк ни водку не пиво ну просто нет я могу пить но не люблю то я люблю так и так шарахнуть и когда я вижу что противник уже теряется да жестоко но бывает это вот моя путинка коньяка такое развлечение чистое развлечение по этой причине да действительно я могу позволить говорить все что угодно в разные стороны и по этой причине действительно некоторые шарахаются все ребята понятно ток-шоу это развлечение по этой причине не не пытайтесь логику понять что говорят политики как бы галиматья а ничего не стоит вот такая ситуация благодарю за внимание как вот 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 Продолжение следует...